Всем привет, мои хорошие! С вами Айкей Имери, и сегодня у нас очередной мукбанг. Сегодня у нас клубника, которая потрясающе пахнет, и я еле сдерживаю себя. Здесь почти один килограмм. Я думаю, что я все смогу съесть. И здесь крем, крем Шанти, который, кстати, использовался на Айкуке для приготовления тортика с бананами. И его шоколадный вариант. Давайте приступим, с какого начать? Ой, у меня аж руки трясутся, вот реально. Кто подписан, кстати, на мой инстаграм, тот знает, я сделала новые ноготочки. Сегодня снимаю для вас в ложек. Делаем вот так вот. Минуточка. Мне рука трясется, вот честно, посмотрите. Вы чувствуете? Настолько я взволнована. Я не ела клубничку, наверное, полгода точно. Ох уж этот запах. Ох уж. Сделаем так. В детстве у нас в огороде росла клубника, но почему-то ее было настолько мало. Где-то две сотки точно были в клубнике, но очень мало плодов приносила она. Наверное, потому что мы неправильно за ней ухаживали. Оказывается, за клубникой нужно еще и ухаживать. Мы думали, посадили и все забыли. Готово. У меня тетя, мамина сестра. Она живет в деревне, и она как раз-таки занимается тем, что выращивает и продает. Вот. Я всегда говорю маме, говорю, что давай в мае обязательно поедем туда им помогать. Вы знаете, как я буду помогать? Все в рот. Очень сладко. Я специально взяла самую крупную. Кстати, сегодня я снимаю для вас влог. Мы должны пойти в супермаркет, закупиться для Мукбанка. Все это я буду для вас снимать. Обязательно ждите. Будет влог, так как много кто ждет, реально смотрит мои влоги. Мне, честно, очень приятно. Я буду часто вам снимать. Обалденно. Обалденно. Еще мы готовили сегодня мороженое домашнего приготовления. Ничуть не хуже, чем в магазинах. Вообще в детстве мы жили очень бедно. Смотря какой период детства, да. Где-то, наверное, до пятого класса мы жили очень-очень-очень бедно. Все потому, что родители зарабатывали очень мало. Вернее, папа только работал папа. И мы копили как бы на дом, чтобы не снимать. Поэтому мы как бы во всем себе отказывали. Жили реально очень бедно. Даже моего брата стригла моя мама, чтобы не отдавать деньги в салоне. Хотя он уже, наверное, где-то в пятом классе был. Я была помладше. Не помню, во втором была. Или в каком. Я помню, что я училась в младшей школе. У меня были брюки. Такие с бабочками. И я весь год ходила в этих одних брюках. Суббота, воскресенье мы их стирали. И получается, что весь год я просто в одних брюках. Был май. И мне настолько хотелось новую джинсовую юбочку. Так как все в классе одевали. Несмотря на форму и все такое. Я каждый день маме говорила. Мам, я хочу такую юбку. Я хочу такую юбку. Как-то один раз. Она что-то работала в огороде. У нас был огородик. Мы там сажали все. Я пришла и опять маме говорю, что я хочу эту юбку. И мама как-то на меня накричала так. И после этого я вообще ни разу у нее не просила ничего. Но сейчас я понимаю, насколько я была глупая. То есть какой родитель не купит для своего ребенка что-то хорошее. Да, что хочет ребенок. Просто не всегда возможность есть. И это нужно понимать. Я сейчас вспоминаю эту ситуацию. И думаю, насколько же глупо я вела себя. Я была там в третьем классе. И вот я хотела эту юбку. И постоянно доставала родителей. И вот после этого эта ситуация очень отложилась у меня в голове. Не знаю почему. Я прям ее запомнила. Вот как сейчас. Вот я помню. И после этого я никогда ничего не просила. То есть даже когда я училась в универе. У всех были последние айфоны. А мой первый айфон это телефон, который я купила сама себе. То есть я не говорю, что я ходила в обгрызках. Но я как бы не давила на родителей, что я хочу это, я хочу то. И я своего ребенка буду воспитывать в строгости. Даже если у меня будет возможность купить там, как только ему исполнилось 18 лет, дорогую машину, я не буду это делать. Просто, чтобы он понял, насколько сложно человеку даются деньги. Ребят, как это вкусно. Я вообще очень люблю фрукты. Могу до хрена съесть. И еще, кстати, надо с алчой снять. Алча это вообще моя слабость. Прям кто тоже любит алчу, пишите в комментариях. Вот иногда в супермаркетах замечают, там ребенок начинает кричать, мама купи это. И начинает плакать, себя бить, маму бить. Я смотрю на это и в шоке реально от этого. Может меня это сейчас все осудят, но я считаю, что ребенка надо воспитывать в строгости. И мои дети, дай бог у меня не будут, они тоже будут расти в строгости. У него двоюродного брата есть дети. И они идут, например, в магазин. И так прям, знаете, его сын на ушко спрашивает у мамы. Мам, я хочу это, у тебя есть деньги? То есть не то, что даже громко, чтобы я не услышала, а вдруг у мамы нет денег, она позорится рядом со мной. Когда я вижу таких умных детей, я просто думаю, вау, я хочу детей, побыстрее бы замуж, дети. А когда я вижу неадекватных детей, так скажем, слишком активных, я сразу думаю, да не, ничего себе, живу себе в розовой комнате, жру, все супер. Лет в 17, я так хотела выйти замуж, не знаю почему. У меня прям была мечта выйти замуж, там, красивое белое платье, свадьба. А чем старше я становлюсь, тем я понимаю, что не нужно никуда торопиться, нужно хорошо узнать человека. Например, мой брат, мы вчера с ним разговаривали по телефону, узнает, что у меня есть парень. И он мне постоянно говорит, не торопись, Айка, не торопись заводить семью. Узнай человека хорошо, пообщайтесь пару лет, куда ты торопишься. Я понимаю, что в какой-то степени он прав. Не потому, что парень плохой, а просто потому, что нужно делать как-то обдуманное шаги. Бог мой, как вкусно. Как вкусно. Я не могу три штучки съесть, вот у меня бабушка такая съесть две штуки и все, как я наелась. А я такая, как наелась-то. Я даже еще не почувствовала это. У меня до сих пор руки дрожат от кайфа. Я извиняюсь. Сейчас клубника дороговато, конечно. Но я себя балую. Я бы хотела какую-то парфюмерную воду с запахом клубники. Если кто знает, то пишите в комментариях. Я просто собираю коллекцию парфюмов. Думаю, хочу что-то вот с клубникой. Прям хочется. Получается, я только этот кушал. Вот такие вот дела, ребят. Может, когда у меня появятся дети, я заговорю по-другому. Но я не буду баловать своих детей. Я хочу, чтобы мои дети даже боялись меня, уважали меня. У меня вот парень, он рассказывает, что их отец, он заставлял учить летом историю следующего класса. Например, они закончили седьмой. И вот будет восьмой, да, класс. И он заставлял учить всю историю, книжку. Не то, что прям наизусть, но пересказать, чтобы ты мог. Хотя это в школе они не проходили. Вот когда учительница рассказывала историю, например, как урок, он говорил, что я уже ее перебивал и говорил, что здесь, здесь вы говорите неправильно. Вот в книге на такой-то странице это написано. Вот. Я понимаю, что он воспитан гораздо строже, чем я. Например, та же ситуация вот с лифтом. Он никогда не заходит в лифт, если там едет девушка или женщина. Пусть она поедет, потом я поеду. Мой сын. Я воспитаю его так же. Элементарно смотришь клипы вот Тимати, там Гусейна Гасанова. Я ничего против Гусейна Гасанова не имею. Я наоборот считаю, что азербайджан должен им гордиться. Он крутой. Но просто они, знаете, как выставляют женщин. Это продажные. Все такие. Я так все это говорю, как будто у меня уже дети. Не знаю, семья. Все готово. Сейчас скоро сын родится. Не знаю, меня что-то прям распирает. Кто меня понял, тот понял. По крайней мере, я надеюсь. Такой звук, когда кусаешь. Вот такие вот делишки, ребят. Ну, клубничка обалденная. Еще я люблю ананас. Ну, в последний раз ананас, который я кушала, консервированный. Он был настолько толсто нарезан. И это как-то, естественно, убивало аппетит немножко. Следующий пошел. Ногти сделала, уже две стразинки отвалились. Что делать, не знаю. Вот эти вот маленькие стразинки не держатся у меня совсем. Хотя клеила на гель. Даже не на базу, на гель. Сразу отвалились. Сейчас выглядит вообще не очень. Что делать, не знаю. Еще один раз мама готовила десерт такой. Даже, по-моему, мы снимали для моего канала романтический ужин. Что-то такое. И там был такой обалденный десерт. Еще, кстати, сегодня мы хотим с мамой сходить в супермаркет большой. Я снимаю для вас влог. Посмотрите, какая клубника. Посмотрите, какой размер. Что это за размер, ребята? Вот так вот. Я не вижу клубники. Так вот. Мы пойдем в супермаркет. И я, может быть, куплю всю линейку Активия. Так как я снимала чудо. И всем зашло. Всем понравилось. Как я сравниваю продукты одной и той же марки. Например, йогурт Активия. Мне кажется, вам понравится. Питьевое. Там что есть. Все взять. Поэтому нужно идти в большой супермаркет. А большой супермаркет находится немножко далеко от дома. Ну, не прям, знаете, там 25 километров. Но где-то минут, наверное, 15-20 ходьбы пешком. И автобуса тоже нету в эту сторону. Хотя сейчас какой автобус. И тачки у меня, к сожалению, нету. Поэтому придется таскать на горбе. На своем. Возьму портфель. И принесу. Сколько у нас здесь штучек осталось? Всего ничего. Вообще, другие тоже у меня идеи есть. Просто не хочу раскрывать все карты. Хочу снимать что-то такое, чего не было. Что-то интересное. Сравнение каких-то продуктов. Не просто мукбанг, да. О сравнении. Мне кажется, это тоже очень интересно. Ребята, я реально объелась просто. Было вкусно, аппетитно, обалденно. Я думаю, что у вас тоже уже появилось желание пойти и купить клубнику. Если появилось желание, то что нужно сделать? Пойти и купить. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. С вами Блайка Эмили.